Время мероприятия, которое касается презентации проекта компании SkyWayPay. У нас совсем немного, не скажем так, белые муки перейти, не стало холодно, возможно, предельный день тяжелый и в это время, скажем так, людям все труднее собираться. Процвяться у нас идет комната Мирополис, которой практически никого нет, и социальные сети. Данное мероприятие, оно, в принципе, рассчитано на тех людей, которые впервые получают информацию о развитии в нашем проекте, скажем так, давно уже не получали информацию о том, чем занимается сейчас компания SkyWayPay, то какие выгоды она предоставляет абсолютно любому человеку, неважно в какой стране проживает, кроме образования, сколько ему лет, да. Но, так как у нас совсем немножко, я сейчас хочу попросить своего помощника, да и вас, тот, кто впервые слушает информацию, тот, кто является новичком, считайте, поставьте цифру 1 в наших чатах, где проходит трансляция, чтобы мы понимали, есть ли новички вообще, да, потому что, скажем так, если нет людей, которые впервые, либо, скажем, пришли разобраться до конца с нашим проектом, то просто отнимать время, полчаса-сорок минут у вас смысла, в принципе, никакого нет, потому что говорить можно много, говорить можно часами, я не привык, скажем так, давать информацию впустую, то есть краткая новость и развитие нашего проекта, краткая информация о том, чем мы занимаемся. так как сейчас у нас практически не с ним общаться в Амерополисе, я сейчас посчитаю, чтобы она не написала. Есть ли новые люди у нас в соцсетях? О том, в двух словах, одно могу сказать. Наш проект продолжает развиваться, наш проект продолжает двигаться как на территории Республики Беларусь, так и в Арабских Эмиратах. Пять лет назад мало кто мог предположить, что у нас действительно все решили такие успехи, но тем не менее мы достигли того, чего достигли, скоро у нас идет переход на новый этап развития, останется всего два этапа развития краопадной площадки, благодаря которой любой человек может стать совладелителем технологии, которая претендует на то, чтобы изменить корни транспортной отрасли в целом на всем земном шаре. Наш проект сочетает инновации в сфере транспорта, тяжелые промышленные технологии, транспортные, и проект совмещает в сфере транспортных инвестиций. То есть любой человек может подойти с двух позиций для того, чтобы, скажем так, принять участие в нашем проекте компании SkyWay Pay, это стать инвестором, с одной стороны, не заработать денег, да, и второе, это помочь, скажем так, реализовать технологию, которая в ближайшее время изменяет тумбит городов. Именно мы это рассчитываем, скажем так, руководство компании SkyWay, проекта SkyWay, руководство компании SkyWay Pay, задача которой SkyWay Pay, которая по ней будет площадка для привлечения денежных рисков по реализации технологии под названием SkyWay Pay. Давайте так, сейчас еще 2 минуты 3 дадим на сборы, я включу просто ролик о том, что из себя представляет данная технология, если, скажем так, народ не соберется, просто напротив, возможно, у кого-то будет вопрос ответа. Поэтому, что из себя представляет технология, в которую сегодня привлекается все, которая сегодня, как и тогда близка к реализации, продемонстрирована в ролике, который занимает 5 минут, я сейчас выключаю, и после этого посмотрим, как и направление делается. Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели – создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала емкости. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс SkyWay способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустын и тропиков. Грузовая инфраструктура SkyWay подходит для обслуживания логистических узлов, портовых зон и промышленных центров, а городские и высокоскоростные решения способны перевозить пассажиров как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Транспортные комплексы SkyWay могут служить основой для энергетической сети, в рамках которой будет производиться экологически чистое электричество. С помощью мультимодальной системы, основанной на надежных и недорогих струнных дорогах и современных технологиях, SkyWay может решить как локальные задачи, так и глобальные проблемы. Итак, друзья, то есть технология, о которой идет речь под названием «Струнная технология» и «Струнная транспортная инфраструктура» была сейчас продемонстрирована в ролике, как я вам уже говорил, что компания SkyWay Capital на сегодняшний день является кратопальной площадкой, целью которой при увеличении денежных средств, скажем так, инвестиций с целью финансирования и реализации технологии, которые используются сейчас в трех минутах. То есть технологии второго уровня, транспортной технологии, транспорт экстакадного типа, который затрагивает все сегменты транспортного рынка, это грузовой транспорт со скоростью до 120-150 км в час, это пригородный транспорт городской, от 50 до 150 по миле норме целя, и это международный и международный транспорт, также второго уровня, который будет достигать скорости порядка 500 и более километров в час. История развития технологий насчитывает на сегодня более 40 лет. То есть, скажем так, первое, наверное, напоминание о том, что нужно развивать свой транспорт в конце 70-х годов. И, в принципе, данная технология, она создается и признает для того, чтобы устранить все эти недостатки, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, тех транспортных технологиях, которые стали частью нашей с вами жизни. То есть, как я уже говорил, в ролике вы видели, что Skyway – это транспорт по второго уровня, его основные привыкли, то, что он экологически чистый, то, что в разы и на порядке меньше строительных материалов, скажем так, и ресурсов необходимы для того, чтобы строить дороги Skyway. Данный транспорт нам позволит перевеляться без пробок, к которым мы с вами привыкли, которые каждый день, по сути дела, возникают в любом крупном городе, практически любой страны мира. Такие вот картины, которые вы сейчас видите, мы, в принципе, регулярно там езжу в соседнюю республику, в Беларусь, по окончанию рабочей недели и обратно, что они из Москвы, например, в пятницу нужно выбираться по времени не столько же, сколько, скажем так, занимает оставшееся время, дорога будет тоже в Беларусь. То есть нужно 3-4 часа выбираться из Москвы, а из дальнейших путей займут еще 4-5 часа. И с этими, ну, так, каждый день, особенно это, скажем так, проблематично в тех городах, в которых присутствуют какие-либо водные преграды, будь то небольшие, небольшие реки, да, там, где есть Москвы и так далее, и так далее. Грузовой транспорт, который в большом количестве сегодня перевозит огромное количество грузов, да, причем как автомобильный транспорт, так и в железной дороге. У группы компаний SkyWay есть свои решения, скажем так, в грузовом системе, то есть это транспортные средства, которые сейчас активно будут разрабатываться в ближайшее время, но хотелось бы отметить следующее, потому что в том виде, в котором мы на сегодняшний день видим проект, он начал развиваться в 2014 году. Была выбрана схема краудфандинга, да, кстати, буквально сегодня новость на робоковичный, потому что, скажем так, преувеличение денежных средств посредством краудфандинга в России, например, в 2019 год уменьшилась, касается предыдущими годами, но на следующий год планируется, скажем так, что будет не то, чтобы ожидать, но резкое увеличение преувеличения инвестиций посредством краудфандинга. Потому что, наверное, приходят крупные игроки, в том числе там, сбербанки, которые будут предлагать, скажем так, свою платформу, на которую будут привлекаться деньги, как правило, от обычных местных физических мест, какие-то, скажем так, стартапы, инновационные проекты и так далее. Что хотел бы отметить, да, то есть в 2014 году во время старта нашего проекта были генеральный конструктор технологии Анатолий Городович Емискин, его план – реализовать транспорт, его наработки за долгие годы внедрения технологии, да, то есть был опыт, скажем так, создания полигона в подмосковном городе Озера, то есть были на работе испытаний первого поколения транспорта SkyWay. И, по сути дела, была вера тех людей, которые решили помочь генеральному конструктору реализовать, скажем так, технологию, которая будет экологически чистой, которая, скажем так, сэкономит огромное количество денег на средств на лазуре на дорог, на инвестиционные расходы, то есть при передвижении транспорта в дальнейшем будет тратиться гораздо меньше, скажем так, количества средств на поддержание инфраструктуры в рабочеспособном состоянии самого транспорта. И, помимо экологической чистоты, еще транспорт позволит нам комфортно и быстро перемещаться между городами, скажем так, и странами. В 2014 году были привлечены первые инвестиции, вот, а непосредственно реализация технологии сегодня, на сегодняшний день, да, то есть все успехи, которых мы достигли, она реализуется на территории Иску улицы Белоруссии, где у нас находятся главные предыдущие технологии. И на территории Иску улицы в 2015 году, в июле месяце, началось строительство, тогда мы говорили, перстовый полигон и перстовый участок. В июне 22 числа 2015 года было получено, скажем так, предприятие технологии 5-6 гектаров земли, неподалеку от города Марино-Горка, так как и в стране Минской области. На сегодняшний день уже поступили более 10 тысяч лабораторных метров производства вещей. Мы имеем, скажем так, местных офисных помещений, да, на слайде предыдущем, на этом слайде вы видели собственный четырехэтажный офис, да, который мы отмечали не так давно два года, да, как специалисты нашей компании находятся в этом помещении, и находится это помещение в промышленном районе города Минска, в трех минутах ходьбе от микро-какторных завода. У нас еще есть офисные помещения, скажем так, главная предыдущая города Минска, здесь просто разбросаны по территории Республики Минска. Так, экотехнопарк. Экотехнопарк – это то место, в котором у нас проходит демонстрация, сертификация транспортных средств. На сегодняшний день, за пять лет, которые прошли развитие нашего проекта, да, то есть реализовано и построено несколько видов путевого структуры на территории экотехнопарка, то есть их пять и достраивается шестая, если там более тяжелая, скажем так, как грузовой, так это же технологии SkyWay, да, и разработано 11 транспортных средств. То есть ряд из них уже сертифицирован. Что хотелось бы еще отметить, да, помимо всего прочего, помимо, скажем так, развития струнного транспорта, струнных технологий, специалистами нашей компании в покупательном режиме созданный электромобиль, который может, скажем так, закрыть потребности людей с ограниченными возможностями передвижения, быть за рулем и вводить собственный автомобиль. При этом, скажем так, при ненужном помоскопе, сами совершенно спокойно смогут перевозиться электротранспортное средство, которое может разгоняться до скорости 100 км в час, и ресурс аккумулятора, который заряжается от обычных условностей в этой базе, да, составляет 150 км передвижения. То есть, в принципе, это в формате города. Очень удобное транспортное средство. Сделаю еще раз оценку. Человеку, который не может, скажем так, передвигаться сам, перемещается в двенолюбных креслах, да, колясках, не понадобится помощник для того, чтобы управлять данный транспортное средство. Все это условно. Создано, скажем так, на сегодняшний день более тысячи квалифицированных рабочих мест, и очень важный момент, который, скажем так, показывает, что мы успешно развиваемся, что технология двигается к реализации на сегодняшний день. Со восемнадцатого года началось активное строительство SkyWay научный центр. Мы являемся частью научно-технологического парка в Шарджи. Вот. Что еще хотелось бы отметить, да, вот как бы основными веками за время развития нашего проекта, то есть первые транспортные средства были созданы у нас в 2016 году, да, то есть они были продемонстрированы на первом мероприятии под названием «Монатрандерлиния». Вот. Наверное, флагманом нашего, нашей технологией на сегодняшний день является высокоскоростной модуль SkyWay, который в первую продемонстрировал на мероприятии под названием «Монатранс» в 2018 году, то есть на второй раз участвовали в этой выставке. Кстати, на первом «Монатрансе» были представлены два модуля, да, два действующих транспортных средств, это не ничем за поводу. То есть это очень короткий срок, да, для создания модели, по сути дела, транспортного средства. Потому что, как правило, у крупных автоконцернов на создание новой модели автомобиля выходит не один год или порядка миллиарда долларов денежных инвестиций. То есть это, как правило, то, что происходит в «Монатрансе». Далее, за время развития нашего проекта, где-то начиная как раз с первой «Монатранса», да, было порядка 20 крупных международных выставок форума, на которых специалисты нашей компании знакомили окружающих, а это и представители, скажем так, администрации различного уровня разных стран, регионов и континентов. Это специалисты «Монатранспорта», потому что в большинстве своем автомобиле выставки инфраструктурные транспортные транспорты, да, мы знакомили людей с возможностью использовать транспорт как второго уровня. То есть это выставки происходили на территории стран СНГ, это проходили на территории Европы, Азии, да, Юго-Восточной Азии, это Индия, это Таиланд, это Индонезия, это Австралия, да, то есть отдельный континент. Проиходило целый ряд форумов различных касаемых тематических транспортов. Транспорт, соответственно, нашей компании проводили доклады, и эти форумы были и в Южной Америке, и на Африканском континенте. Просто, конечно, на сегодняшний день, кроме Антарпиды, наверное, это на всех континентах специалисты нашей компании, либо на крупных, либо, скажем так, просто участие, принимают участие в различных формах, посвященных транспортных тематах и знакомили окружающих с технологией с компанией, чтобы, в принципе, удовольствие уменьшить свои результаты. Как я уже говорил, наш проект 2018 года активно развивается на территории объемных арабских федератов. Первое упоминание о том, что мы будем активно двигаться в этом направлении прошли весной 2018 года, когда состоялся фьючер сити шоу в объемных арабских федератов. Это как раз тот форум, где были заключены первые ключи и договоренности о реализации нашего проекта. На этом фестивале, который проходил в 2018 году в Генеральных наступках, я бы сказал, что всегда принято решение на объемных арабских эмиратах. Осенью 2018 года, скажем так, наследный принц Дубая первым, да, ознакомился Ханданду Бабхамет Аль Мактум с технологией на целом ряде форумов которые проходили на территории эмиратов в Генеральных наступках Дубая. Далее, скажем так, представители РТА, это Министерство транспорта и дорог того же Дубая, да, включили То инициатива, что к 30-му году 25% от общего количества транспорта, который будет в Дубае, будет транспорт автономный, который будет перемещаться без участия человека. И как раз проект Skyports, как его обозвали, там стали два наших модуля, там стоят шестиместные вилитары, и как раз будут мыслили Байк на этих на этом месте. И было принято, что технология Skyway будет являться частью этой транспортной стратегии, и к 30-му году 25% всего транспорта в Дубае будет автоматизирована. Что еще хотелось бы отметить, то, что в феврале месяце на территории объединенных Арабских Эмиратов проходил Всемирный правительственный фронт, где уже, скажем так, более подробно с нашей технологией познакомился непосредственно руководитель Эмирата Дубаи, Мохаммед и Рашид Аль-Матун, человек, который является вице-президентом, например, Ирминский объединенных Арабских Эмиратов. Ему была представлена технология, и в апреле месяце 2012 года, в общем, да, то есть было мероприятие на территории объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Были представлены шесть проектов, которые вошли в один общий проект по структурному развитию Дубаи. Один из шести этих проектов. Это проект SkyPulse, где мы строили с трассой протяженностью 15 километров с двадцатёрной станцией. То есть у нас в заголовках соцсетей до сих пор есть информация, что мы делаем сейчас. За время работы и развития, скажем так, наших производств, есть целый ряд уникальных разработок, которые делали непосредственно наши конструкторы. Далее используется программное обеспечение компании DASO Systems, то есть это Индустрия 4.0, программа обеспечения 3D Experience. То есть фактически первое предприятие по территории Республики Беларусь, которое стало использовать программное обеспечение Индустрии 4.0, это Климентарский проект по структурному технологии. Звук слабый. Сейчас я постараюсь немножко звук добавить. Сейчас немножко лучше слышно стало, Таисия? Раз, раз, я смотрю, что это, пошёл звук, да? Вот. То есть за пять лет развития с нуля, когда у нас не было ничего, когда у нас не было даже места, где нужно было начинать строить тестовый полигон, как мы говорили, до сегодняшнего дня, когда мы используем новейшее программное оборудование, когда у нас используются, скажем так, новейшие разработки в секторе искусственного интеллекта, где у нас, скажем так, машинное зрение и так далее, и так далее. Всё сегодня это разрабатывают специалисты нашей компании. И всё это двигается, опять же, благодаря вот тому самому уникальному способу привлечения инвестиций под названием Grand Funding. То есть в 2014 году был разработан план, который предполагал, скажем так, 15 этапов развития. То есть, как говорил генеральный конструктор технологии Анатолий Дорченицкий, был задан вектор. На 15 этапов развития, каждый из этапов подразумевает определенное количество работ, которые необходимо выполнить для реализации технологии. И на каждом из этих 15 этапов уровень доходности по пакетам, назовём это дисконт, он снижается. То есть те люди, которые пришли в наш проект ещё зимой, весной, там, летом 2014 года, конечно же, они больше рисковали и уровень доходности по пакетам, по вложенным деньгам у них был гораздо выше, чем сейчас. То есть на каждом этапе, как я говорил, необходимо было, скажем так, провести определённое количество работ, соответственно, эти работы необходимо было финансирование. Вот по методике краудфандинга это финансирование привлекалось и привлекается по сей день. И сегодня осталось, по сути дела, маленький-маленький кусочек 13 этапа, и он заканчивается 5 декабря, мы переходим на 14 этап, и останется 2 этапа развития нашей технологии в рамках, скажем так, обеспечения той задумки, которая была в 14-м году. То есть полностью, скажем так, достроить все виды эстакад транспорта Skyway, провести их сертификацию, провести сертификацию транспортных средств и приступить к строительству дорог по тем адресным проектам, которые сегодня растут как грибы, как говорит наш генеральный конструктор Анатолий Дорочинский. Как я вам сказал, этапов всего 15, сегодня мы находимся на 13-м этапе развития. За время развития технологий, опять же, большое внимание уделяется защите интеллектуальной собственности, то есть было получено более 80 патентов и сертификатов фактически во всех уголках мира, потому что структуры, которые выдавали эти патенты и сертификаты, находятся в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, в странах делегации, которые посетили территорию Экотехнопарка нашего производства, 32 крупные международные делегации, опять же с территории Вселенного Ша, приезжали на территорию Экотехнопарка, чтобы убедиться лично, что есть такой транспорт, что из себя представляет технология, какова перспектива ее развития. Мне одно время даже довелось видеть, скажем так, присутствие на территории наших производств представителей японского телевидения, которые впервые ознакомились с технологиями мероприятий на Транс 2018 и приехали где-то через месяц после данного мероприятия, чтобы уже снять целевым образом фильм о технологии в генеральном конструкторе, и фильм был показан на японском телевидении, то есть страна, которая является передовой страной по технологиям в перемещении технологий в виде транспорта, как сказали японцы, мы приехали к нам с вдохновением. Итак, друзья, я говорю, что проект находится сегодня на тринадцатом этапе развития. То есть о чем это говорит? Смотрите, цель, когда любой человек приходил в наш проект, ему предлагалось стать соинвестором нашего проекта, то есть человек приобретал определенное количество долей, в соответствии с тем пакетом, который он выбирал, и с тем уровнем доходности, который, скажем так, на том пакете присутствовал. Например, на сегодняшний день, на тринадцатом этапе, у нас пакеты стоимостью от пятнадцати долларов до ста пятидесяти тысяч долларов, и дискомпт на них составляет от четырнадцати до шестидесяти раз. Соответственно, чем крупнее пакеты вы приобретаете, тем больше, чем большее количество денег вы инвестируете в наш проект, тем выше ваш дискомпт. Ну, опять же, у нас проект венчанный, никто его не отменил, это венчанность нашего проекта. Хотя, действительно, похвастать нам все надо. Есть то, что даже похвастать. Мы находимся сегодня на уровне, наверное, неба и даже не Земли, а Земли и Марса, по сравнению с тем, что у нас было в 2014 году. То есть, она знает на всех континентах. Есть люди, которые заинтересованы в реализации нашего проекта. В Дубае у нас сейчас идет активное строительство. И вот последнюю информацию мы видели в интервью Анатолия Даровича Ильницкого. То, что мы построили уже первый участок, 400 метров, провисающий структурой на территории Skyway Innovation Center. Шейх Шарджа, господин Аль-Кассини, посещал буквально две недели назад территорию нашего научно-исследовательства, точнее, Skyway и научный центр в Шарджа. И мы бы продемонстрировали движение модуль Skyway, то есть четырехместный юникар повышенной комфортности, который специально создавался для климата Арабийских Эмиратов. Сейчас ведутся работы по созданию еще трех видов путевой структуры, которые будут построены в инновационном центре Шарджа, чтобы там продемонстрировать уже, скажем так, более мощные транспортные средства, мощную путевую структуру, всю инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы транспорт перемещался по путевой структуре Skyway. То есть это, скажем так, станции переходов, посадочные станции, там, система продажи билетов и так далее, и так далее. И хочу еще отметить, я и буду долго, скажем так, этому посвящать время, чтобы активно ведутся работы по разработке собственной блокчейн-платформы, и, по сути дела, блокчейн-платформа в будущем будет признана для того, чтобы обеспечить полностью работу всей системы Транснет, которая в себя будет включать множество адресных проектов, в которых будут использованы технологии Skyway. Любой человек на сегодняшний день может стать инвестором нашего проекта и поддержать, как мы говорим, наши технологии еще на раннем этапе. Все те, кто станут совладельцами пакетов долей на протяжении первого-пятнадцатого этапа включительно, они в дальнейшем смогут получать доход в виде, скажем так, дивидендов, то, что прописано у нас в инвестиционном меморандуме. Как только компания начнет получать прибыль, 20% от этой прибыли она будет распределять между теми людьми, которые приобрели пакеты долей. На основании договора конвертированного займа, то есть, по сути дела, вы нас финансируете, вы даете нам займ, и как обеспечение этого займа, вы можете запомнить требования и получить обеспечительное количество долей в случае, как я сказал, успешной реализации нашего проекта. На эти доли в дальнейшем будут распределяться, скажем так, денежные средства от прибыли компании. Соответственно, чем больше у вас долей будет на тот момент, тем больше денежных средств пойдет к вам. А на момент монетизации и после момента монетизации этих долей, то есть, они могут, скажем так, монетизироваться на каких-то обычных биржах, может быть, на криптобиржах. Я думаю, в тот момент, когда мы подойдем к реализации, нашей технологии к реализации этих долей, будет выбрана наиболее оптимальная монетизация долей компании Skyway. И в дальнейшем вы сможете продать, если захотите, часть долей подарить, то есть, уже сделать с ними то, скажем так, что будет вашей душе угодно. Возможно, вы ее будете держать в дальнейшем. Стоимость долей по мере реализации нашего проекта, по мере того, как технологии начнут приносить пользу, да, будет расти. Но как это происходит с любыми, скажем так, акциями тех предприятий, тех компаний, которые, скажем, активно используются людьми. То есть, это и компания IT-сектора, и не только IT-сектора. То есть, разных секторов, и здорового питания, и косметики, и многих других направлений. То есть, то, что пользуется спросом, то приносит деньги. То, что приносит деньги, приносит дивиденды акционерам этих компаний. Соответственно, потенциал, скажем так, охвата рынка в будущем нашей технологии где-то 30-50% всего мирового транспортного рынка. Мировой транспортный рынок на сегодня в год составляет порядка 8 триллионов долларов, да. Соответственно, представьте себе, да, вот этот кусочек, 30-50%, там, 4 триллиона, а дальнейшее может быть и больше. Это те деньги, которые могут распределяться внутри технологии Skyway. То есть, вот в этом направлении двигается наша компания, то, к чему мы стремимся. На сегодняшний день любой человек может зайти на сайт компании Skyway Capital, ознакомиться с информацией, набрать, скажем так, какие-то вопросы в окошке в правом нижнем углу на сайте, да, то есть техподдержка, которая у нас работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ответит на ваши вопросы. Вы можете зарегистрироваться, да, если вы познакомились с нашей технологией, то вы перейдете по реферальной ссылке человека, регистрируетесь, получаете в личное пользование кабинет, да, партнера, которым достаточно большой отдел информации, как вы можете стать инвестором, какие, скажем так, платежные системы, благодаря которым вы можете это предпринять. Опять же, вы можете пообщаться со специалистами нашей компании в Москве, информационная поддержка работает у нас с 10 утра до 7 вечера, практически все 7 дней в неделю, на разных языках. Эта возможность сегодня предоставляется всем, как я говорил, да, на сегодняшний день дисконт составляет от 14 до 60 раз. Это приумножение ваших денежных средств в случае успешной реализации проекта, как мы говорим, да, делаем маленькую отговорку. Но проект у нас все ближе и ближе к той самой реализации, потому что, вот, например, на территории Одинных Арабских Эмиратов, как говорит наш генеральный конструктор, уже потенциально не один адресный проект. И сейчас мы демонстрируем то, что, скажем так, создаем в инновационном центре в Шарже, но у нас уже выделена земля для строительства высокоскоростного участка, потому что нужен минимум 25-30 километровый участок, чтобы разогнать транспортное средство до 500 километров в час и более, чтобы потом успеть затормозить. Вот. Работы в этом направлении ведутся, как я вам сказал, что активно ведутся работы и в направлении, скажем так, крипто-бизнеса, да, то есть блокчейн-платформа. Компания стремится, скажем так, к следуя тем трендам, которые существуют на сегодняшний день в различных видах бизнеса, в различных направлениях ведения бизнеса. И опять же, да, крипто-рынок, да, пока он еще неустойчив, да, пока еще, скажем так, это многих пугает, но тем не менее технологий блокчейн существует. Все больше и больше, скажем так, видов деятельности переключаются на эти технологии, и эта технология будет использована и в технологии доц. Итак, друзья, в принципе, те, кто слушают впервые, все, что они могут сделать на сегодняшний день, самое простое, это не требует денег, много времени, зарегистрироваться на сайте, зайти в личный кабинет и ознакомиться с теми пакетами медалей, которые у нас на сегодняшний год существуют. Задать вопросы, выбрать себе инвестиционную стратегию, то есть стать инвестором, например, нашего проекта «Купить себе единовременный» какой-то пакет стоимостью там от 15 долларов и выше, да, до 150. Либо вы можете выбрать себе какую-нибудь, скажем так, из пакетов в рассрочку, инвестировав небольшие денежные средства ежемесячно, и вы можете в дальнейшем стать совладельцем крупного пакета данных. Вам самим определяться, да, что вам нужно сделать. Единственное, конечно, я советую, но не долго, да, разберитесь с тем, что вы сейчас услышали. Задайте как можно больше вопросов тем людям, которые вас пригласили, возможно, на данную презентацию в социальных сетях. Видеотрансляция, извините меня. Спятница немножко нехорошо себя чувствует, но это дело десятое. Итак, Олег, у меня, в принципе, все. Опять же, цель презентации, конечно же, они у нас бывают немножко дольше, да, потому что мы в среднем 40-45 минут времени уделяем данной информации, немножко подробнее мы говорим об основных веках развития. Важно понимать следующее. Мы имеем дело с миром инноваций и инвестиций, да. Заметьте, как много инноваций в последнее время вошло в нашу с вами жизнь. Фактически каждый день в нашу жизнь входит что-то новое, чем люди начинают пользоваться, да. И то, что невозможно было вчера, завтра уже не то, что становится возможным, но устаревает, да. Поэтому технология, о которых я сейчас вам кратко расскажу, это та технология, которая в своем развитии, именно, скажем так, с точки зрения реализации данной технологии железа и так далее, она с точки зрения мысли инженерной, да, опережает те технологии, которые мы сегодня с вами используем, ну, как минимум лет на десять, да. Соответственно, если данная технология будет реализована, она решит огромное количество проблем, которые существуют сегодня в мире, я вам говорил. Экологические проблемы, да. Это проблемы ресурсов, которые все больше и больше затрачиваются, скажем так, на строительство дорог, будь то железных, автомобильных, они удержали их в исправном состоянии. Вот. Я, например, раз в полтора года здесь, в Москве жля, вижу, что какие-то улицы в Москве, да, перекладываются, перекладываются, то есть асфальт срезается, снова укладывается и так далее, а вы понимаете, это миллионы и миллиарды долларов. Вот. Данная путевая структура, единожды будучи построенной, как говорит, генеральный конструктор, 50-100 лет может совершенно спокойно приносить людям пользу, да. То есть не нужна никакая амортизация и так далее, и так далее. То есть она будет все время в рабоче способном состоянии. И что хотел, в работоспособном состоянии. Что я хотел еще отметить, например, такие очень важные моменты, когда какие-то явления природы, вот тут дождь, сильный снегопад, сильный ветер и так далее, как правило, это препятствие для перемещения любого транспорта, будь автомобильный, железнодорожный, воздушный, либо водный, да. Как правило, это коллапс, когда у нас такие явления природы. Данная технология, даже если мы попадем в какой-нибудь там ураганный ветер, сильный дождь, сильный снегопад, это не будет являться препятствием для перемещения транспорта. Марта того, не нужно будет затрачивать огромное количество средств, энергии людей, да, техники и так далее, для того, чтобы, например, расчистить дороги зимой. Все это не требуется. Два странных рельса, тонких и небольших, в которые перемещаются транспортные средства. Итак, Олег, если краска, то у меня все, если есть у вас какие-то вопросы, я бы хотел сейчас их услышать, да, то есть смело можете писать в чате здесь в Мирополис или в соцсетях, вот. Если вы впервые слушаете информацию, да, то я вам, ну, могу порекомендовать, что задайте вопросы тем, кого пригласили. Зайдите на сайт. У нас есть целая, скажем так, цепочка лендингов, правда, выход на который вы сможете увидеть уже зарегистрировавшись в личном кабинете и в инструментах партнеров вы можете найти там у нас на сегодняшний день, если не ошибаюсь, пять лендингов, на которые дается информация о том, что дает наш проект, какие возможности в мире инвестиций, какие возможности, скажем так, в сфере развития бизнеса, потому что я буквально 30 секунд еще завяжу. У нас есть прекрасная возможность на сегодняшний день создать свой крупный бизнес, потому что компания щедро делится со своими партнерами по программе лояльности или партнерской программе, которая у нас существует. Вы помогаете нам привлекать денежные средства и при этом получаете определенный процент от привлекаемых инвестиций. Это схема, которая работает очень давно, по ней сегодня работает фактически огромное количество строковых компаний, банковские структуры, операторы мобильной связи, которые привлекают, скажем так, новых клиентов посредством тех клиентов, которые уже есть. Поэтому данный способ был избран в 2014 году. Вы знаете, он себя полностью оправдал. Я нагло заявляю, что 99% в периоде денежных средств, которые пришли в наш проект посредством этой системы. Благодаря тому, что люди могли передавать информацию друг другу, и кто-то, кстати, зарабатывал деньги – это нормально. Такая возможность есть у каждого человека. Поэтому от себя могу только добавить. Разберитесь. Возможность инвестировать в наши технологии есть сейчас. Возможность будет и после 5 декабря. Но сразу хочу сказать, что стоимость пакетов долей останется той же, которая есть сейчас, но количество долей в этих пакетах будет уменьшено. То есть будет снижен низком уровень доходности. И вообще мы двигаемся в направлении того, с чего мы стартовали, что когда-то стоимость отдельной доли будет 1 доллар США. Когда-то это было там 0-0-0-0 сколько-то центов. Сейчас мы все ближе к тому, чтобы это свершилось. Потому что, скажем так, технология оценена в 400 миллиардов долларов в Соединенных Штатах Америки даже с хвостиком. И каждая доля – это 1 доллар США. Вот то, к чему мы двигаемся. Итак, друзья, если вопросов нет, да, я так понимаю, что мне из чатов в соцсети ничего не сбросили, то я, наверное, буду заканчивать. Горли очень сильно пересох, оно болит. С удовольствием с вами встречусь на следующей неделе уже, скажем так, более в живом состоянии физическом. С какими-то новостями развития нашего проекта более подробными. А сейчас у нас новости в основном о том, что у нас расширяется производство, покупаются новые станки. Производство там Японии, ведущих европейских производителей в Соединенных Штатах Америки. Да, эти станки призваны для того, чтобы мы все ближе и ближе приближались к тому моменту, чтобы мы готовы были к меркосерийному производству, то есть реализации адресных проектов. У нас сейчас осваиваются новые построенные производственные площади, то есть в этом направлении у нас сегодня идет активное движение. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Спасибо за ваши полчаса, которые потратили на данное мероприятие. Жду вас всех в понедельник. Приглашайте новичков, если у вас есть такое желание, с удовольствием общаюсь. Дам то, что есть у меня, отвечу на ваши вопросы. Запросы появятся в процессе развития данной недели, которая у нас с вами началась. Запишите и задайте их на следующем мероприятии. Всем огромное спасибо, здоровой любви и единник и до новых встреч.